Преобразовать не только внешне, но и изнутри. В Самарской области завозят новые музыкальные инструменты в школы искусств. Открывают модельные библиотеки. Теперь их 26. Создано 10 виртуальных концертных залов. Отремонтировано 38 учреждений культуры. И все это за 5 лет. На расширенном заседании коллеги и Министерства культуры подвели предварительные итоги реализации национального проекта культуры на территории региона. Большое внимание развитию культуры, сохранению культурного наследия уделяет губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению культуры Дмитрий Азаров. Но главное, по мнению участников заседания, не ремонт, а содержательная деятельность учреждений культуры. Они должны чувствовать потребности населения, общаться с ним на одном языке, выслушивать предложения, особенно со стороны молодежи, использовать современные информационные технологии. Чтобы наполнить новым содержанием, мы, конечно, должны подготовить наши новые кадры. И здесь тоже есть удача от нашего национального проекта. Более двух тысяч наших сотрудников муниципальных и государственных учреждений повысили квалификацию бесплатно на базе федеральных вузов в рамках национального проекта. И это направление также будет продолжено. Сейчас перед Министерством культуры Самарской области стоит задача организовывать специальные стажировки для учащихся вузов и СУЗов, а также сформировать специальные целевые наборы в институты, чтобы студенты, получившие дипломы, могли сразу трудоустроиться. В Самаре запланированной реконструкции кинотеатра «Россия» и в Новокубишевский ДК «Русь» – это планы на следующий год. Будет технически оснащены театр оперы-балета, колесо, театр драмы, камерная сцена. В следующем году государственные муниципальные музеи получат средства на приобретение специального оборудования для экспозиции и фондовых хранилищ. Продолжится ремонт сельских учреждений культуры. У нас действительно очень много профессионалов в сфере культуры. И профессионалы, которые работают не только в Самаре, но и в районах губернии. И благодаря им у нас появились новые творческие коллективы. Если раньше все равно не было такой возможности, все стремились поехать в Самару, сейчас не нужно этого делать. Можно это сделать в родном селе, в родном городе, потому что есть прекрасные дома культуры и прекрасные специалисты, которые все сделают для того, чтобы ты смог достичь каких-то результатов творчества. Развиваются возможности Пушкинской карты. Если раньше с ее помощью можно было приобрести билет в театр, то сейчас на фильмы отечественного производства, а также в музее. Очень много различных идей появилось в учреждениях культуры, много интересных мероприятий. В районы стали чаще приезжать у нас наши партнеры. Это и самарские театры, и самодеятельные коллективы. Поэтому Пушкинская карта позволила нам намного разнообразить спектр услуг, которые на сегодняшний момент представляют учреждения культуры нашего района. На год только в Сергиевском районе Самарской области запланировано 140 мероприятий в музеях, библиотеках, домах культуры, на которых можно побывать благодаря Пушкинской карте. Виктория Шаре и Григорий Плешаков. События.